Название областной акции «Единым фронтом против общей угрозы» в данном случае можно перефразировать так – «массовым спортом против наркотиков». С этим злом может столкнуться каждый, а вот не поддаться, избежать зависимости удается, к сожалению, не всем. Наркотики – бич современности. На борьбу с их распространением и употреблением свои силы бросили неравнодушные люди – сотрудники ведомств и организаций Московской области и муниципалитетов. Как мера профилактики и призыв к отказу от пагубной зависимости в Московской области уже несколько лет проходит акция под названием «Единым фронтом против общей беды». Этот турнир подразумевает привлечение к участию всех сегментов антиркотической деятельности, начиная от органов внутренних дел, иных правоохранительных органов и субъектами, которые представляет гражданское сообщество. Это муниципальное образование в первую очередь, также волонтерские объединения, объединения, которые культивируют здоровый образ жизни. ГУВД и Щелковский район и Московская область действительно поддерживают вот это движение для того, чтобы с помощью спортивных мероприятий, спортивных занятий помочь ребятам войти в нормальный здоровый образ жизни и показать на личном примере, что действительно можно жить, не употребляя препараты, изменяющие сознание, и уметь выстраивать свою жизнь, не попадая в сети наркотерговцев. В Щелковском районе антинаркотическая комиссия ведет свою работу в тесном взаимодействии с федеральными структурами. Конечно же, основной упор, как вы уже отметили, это здоровый образ жизни нашего населения. Помимо профилактических мероприятий, встреч, лекций, бесед, огромное внимание уделяется и материально-технической базе. Конечно же, это развитие спортивных сооружений. Вот сегодня мы с вами, этот турнир пройдет в новом физкультурно-оздоровительном комплексе, который был открыт в прошлом году. Мероприятие проходит в несколько этапов. В физкультурно-оздоровительном комплексе на Воронке состоялся турнир по волейболу. Здесь сразу на двух площадках встретились команды соперников. Среди них и те, кто не понаслышке знает, что такое наркотическая зависимость. Игроку команды клиники «Правмед» Максиму Семенову 33 года. На протяжении 12 лет он употреблял наркотики. Тот период, признается Максим, вспоминается как страшный сон. Зависимость напоминала тюрьму. Ощущение безысходности и страха преследовало в переломные моменты. «Случился такой момент, что уже больше я понял, что мне нельзя. У меня все рухнуло, семья, работа, все пропало. Но я решил, что надо для этого что-то делать. Обратился в клинику, в «Правмед», мне там помогли. И на сегодняшний день я уже почти два года чистый. Это действительно чудо. Все вокруг меняется, я сам меняюсь. Ну, спорт неотъемлемая часть моей жизни. Для таких ребят возможность своим участием подать пример важна, как и для тех, кто, собственно, борется с распространением наркотиков. На площадке они соперники, но в жизни воюют с общим врагом. Тот лозунг, под которым проводятся соревнования, он близок к мне лично. Я сам в наркоконтроле работал и считаю, что мир должен быть без наркотиков. Это однозначно. Вот так в едином спортивном порыве, возможно, не сразу, но все же справится с этой чумой 21 века человечество.